В плане Agile у меня есть опыт там со всякими фреймворками, самых простых до каких-то очень сложных. Вот так сложилось исторически. И последний факт, что с Kanban я знакома совсем недавно, с 2018 года. Вот это, наверное, четыре факта, которые в этой аудитории я хотела бы рассказать про себя. Ну и что? Кто думает, какой факт неправда? Четвертый. А еще? Еще есть версии? Нет, ну давайте, давайте, еще версии. Лес неправда. Нет, я сейчас как раз консультирую клиента по Лес. И делаю им Kanban, но не говорю, что я делаю им Kanban. Нет, вот мне понравилось, кто-то сказал, что пятый, это все правда. Вопрос был с подковыркой, чтобы вы проснулись немножко после обеда. Вот, теперь давайте про последний факт. Вот, в 2018 году я как-то так это погрузилась в то, что такое Kanban. И выглядело это приблизительно следующим образом, да. То есть, ну для меня это была любовь с первого взгляда. Вот, и потом, как бы, мне оказалось это такое внезапное знакомство с Kanban очень в тему. И так появилась моя первая история. То есть, я буду делиться своими двумя кейсами, как Kanban мне помог в совершенно разных ситуациях. Вот, и, собственно говоря, ситуация моего знакомства с Kanban. Вот, у меня был такой проект, как бы, ну как подработка. Нас на три месяца с двумя Agile-коучами, один Agile, другой Lean, позвали в коммерческий банк, в операционное подразделение, которое обрабатывают там, ну, какие-то кредитные договоры, которые заключает подразделение другое, которое продает. Вот, и у них были такие проблемы. Ну, вот это вот так вот банк может выглядеть. Вот, у них были долгие сроки поставки. То есть, например, конечному клиенту говорят, мы вам кредитный договор за 30 дней сделаем и обработаем. Вот, 29 дней он лежит у тех, кто продавал, а этим нужно за один день. И те, кто продает, приходят и говорят, что долго так. Вот, люди были перегружены. То есть, там такие вот женщины предпенсионного возраста. Вот, они всю жизнь работали в банке, в этом подразделении. Вот, им приходится не помогать детям, внуков из садиков забирать, а вот до 12 ночи сидеть и за этими договорами мучиться. Вот, значит, ну, длинные очереди за ночи были. Я вот помню, как мы пришли, у них был на 20 человек один контролер, который эти документы контролирует. И вот у нее была такая тетрадочка клетчатая, и по три страницы была записана очередь. Вот вы мне принесли договор на контроль, вот ваш номер там 37, и это вам повезло. Вот, ну и, соответственно, было, ну, вообще непонятно, что происходит, да. Вот, и вот у этих дам был молодой начальник, который поработал где-то там в нашем дочке Райфайзена. Вот, что-то они послушали про Линканбан. Ну, и, в общем, заказали на три месяца аудит процессов и поиск улучшений. Вот, ну, значит, мы туда пришли. И что мы сделали, да, ну, делать, что непонятно, как бы стандартная практика. Вот, ну, я такое делала, когда бизнес-аналитиком была, там, когда аджайлом каким-то начала заниматься. Ну, надо провести интервью, да, спросить у вас, как дела, у вас, как дела, какой-то опросник, там, что-то документировать. Вот, а потом, значит, ну, это мое самое любимое, описать процесс SIS и TO BE, да. И это получается такая красивая схема, полувьюэмэля, полушто, совершенно нечитаемая. Ну, и вот, где красненькая, там, мы выделили определенные потери и подумали, как это можно улучшить. Вот, ну, и, кажется, все, вот профит. Когда месяц мы занимались вот этой историей, мы поняли, что процессов всего в этом подразделении, там, несколько отделов, то есть там больше сотни человек, 300. Мы успели, там, за последнюю ночь, ну, нарисовать где-то 29 таких диаграмм. Рисовала я. Вот, ну, и мы пришли такие. Ну, вот, Кирилл Владимирович, директор департамента, вот вам. Мы проанализировали, выделили 329, вот, нарисовали, вот, какие-то потенциальные улучшения. Заплатите ли нам треть денег? На что Кирилл Владимирович говорит, нет, это не то, что мне надо. Вот, ну, а мне очень повезло, потому что в это же время проходил первый мастер-класс на русском. Да, Канбан Коучинг. Вот, там был Леша Пименов, которого я знаю, которого я загораживаю своими нижними 90. Вот, я его знала, ну, и как-то так, ну, предложила погулять по Минску. Минск я очень люблю, спасибо тем, кто приехал. Экскурсию еще можно организовать. Вот, ну, и, в общем, там я послушала Алексея Жеглова, который показывал красивый дешборд про agility of business. Да, я не буду это называть бизнес agility, чтобы не было нити. Я прямо увидела, такая, вижу, круто. Сама не поняла эту картинку, сделала скриншот, да, и такая, ну, мне объяснил Алексей, я все запомнила, и мы вот наутро приходим в банк, показываем этот отчет и говорим, деньги. Она говорит, нет. Я говорю, а чего вы вообще хотите, Кирилл Владимирович, да, как клиент, чего? Она говорит, ну, я вообще хочу как-то понять, ответить своему руководству на вопрос, где наше подразделение будет через пять лет. Вот, ну, и вообще как-то мне нужно, чтобы вот эти вот женщины 50 лет научились сами делать то, что вы делаете, и улучшать процессы самостоятельно. Ну, еще он что-то долго очень говорил, и я такая подумала, кажется, нужен канбан. И я такая достаю телефон, говорю, картинка, вот. Ну, смотрите, вот это вот так, вот это вот так, надо? Говорит, да, покупаю. И говорю, хорошо, через неделю будет у вас первый воркшоп по канбану. Значит, ну, Алексей был добрый, сказал, ну, если ты мне поможешь там как-то 40 вопросов и тренинги здесь организовывать, я могу тебя бесплатно консультировать. Ну, я такая, кажется, уже надо. Ну, я пришла, сказала, говорю, ну, как, о компании я знаю доски, стикеры, вип-лимиты, классы сервиса, в принципе, больше ничего не знаю, но мне нужен воркшоп через неделю. Да, я знаю, что будет стыдно, вот, но как бы делать нечего, уровень там ниже плинтуса, надо, вот. Ну, и вот под кураторством Алексея я там слушала видео, читала книжки и как-то пыталась сама разбираться. И сейчас я расскажу, что мы все-таки с ними делали, да. Кому интересно, может начать угадывать, а что же это было. Вот, мы сначала долго спорили о том, кто есть клиент и какой сервис мы им оказываем. Вот, решили, что все-таки клиент у нас это вот подразделение, которое продает. Вот, вот, дальше мы попробовали понять, почему клиент сейчас недоволен, да, что непонятно, почему долго. Вот, проанализировать вообще, откуда прилетает работа, какая она, что бывает. Вот, понять, ну, о чем мы можем сделать по этому поводу. Вот, как-то визуализировать эту историю, понять там, какие у нас разные есть классы обслуживания, где там принес гендиректор, надо так быстренько это все, а где, ну, пусть подождет немножко. Вот, делать какую-то визуальную модель и, соответственно, начать собирать какие-то данные, анализировать метрики. Это что мы делали? Кто мне расскажет? Правильно. И, кажется, как-то пошло. То есть мы сначала там быстренько, там, за часа два рассказали всем начальникам управления, что такое канбан. Вот, и потом по каждому управлению пытались делать статик. Так, было больно, но что-то получилось. Вот получилось. А, ну да, соответственно, самое главное забыла, с клиентом надо в конце работать. Вот, но об этом отдельно. Вот, что у нас в итоге получилось? Вот такая вот доска реальная. У них были шкафы, в которые не влезал архив. Кто-то принес старые обои. Мы вот это все начертили и начали вешать стикеры. Ну, на стикере я как бы там внизу вот чуть-чуть написала образец, чего нужно подсвечивать, там, дата, когда прилетел, когда начали над ним работать, когда закончили, сколько раз там, ну, он подвисал, какие были блокировки. Вот, и, в принципе, у них была такая доска. Они стали каждый день собираться вместе, смотреть на эту доску, вот, ну, и решать, как бы, кто над чем работает, чего как. Каково было мое удивление, ну, то есть я не думала, что эта хрупкая конструкция на обоих малярном скотче и стикера, ну, проживет хоть сколько-нибудь у этих бабушек. Вот, но я пришла в какой-то день, через дня три, ну, может быть, семь максимум, а они уже сами сделали, значит, себе табличку в Excel и пользуются не стикерами, а в табличке все трекают, что им надо. Вот, и чего у нас получилось, чтобы не томить? Раньше в среднем делали за 12 дней, вот, вот, и успевали хорошо, если за две недели 67%, а вот потом, ну, сразу, в принципе, по распределению можно увидеть, да, то есть мы, в принципе, за счет того, что просто они увидели работу и стали разговаривать, да, мы, считай, практически в два раза снизили lead time. Вот, ну, еще вот, как бы, здесь тоже видно, вот, control chart, где Паша? Паша решил меня не слушать, мне вот, так, понравился, ну, ладно. Вот, ну, сразу видно, что как-то становится все короче, предсказуемее, да, ну, там, выбросы какие-то есть, но все равно. Вот. Ну, по сути, да. Ну, как, что, они, во-первых, как бы, они сделали доску, ну, им объяснили классы обслуживания, то есть вот у них цветом отличались классы обслуживания, красненьким от гендиректора прилетело. Вот, значит, ну, тут важно сказать. Они поняли, зачем это трекать. Они увидели работу, стали регулярно про нее разговаривать. Вот. И директор вот этого управления, ну, там несколько было, да, значит, ну, начальник управления, наверное, она вот ведет Excel, ну, вот прям вот по всем вот этим табличкам, собирает данные и смотрит на время. А вот это время уже и данные метрики берет директор департамента, Кирилл Владимирович, и идет, значит, ну, здесь прям сразу видно три очереди, да. Во-первых, сразу увидели, что проблема контролер. Одного человека из отдела добавили, как второго контролера. Все, они уже как бы распараллели поток. Потом они увидели, что у них есть очередь у юристов, зависимость на другой какой-то третий shared service, да. Ну, и, соответственно, Кирилл Владимирович ходил к юристам и передоговаривался, и говорил, вот если мы вам так принесли, то попробуйте сделать вот так, а вот у вас что, да. Ну, и, соответственно, как бы, если им вот отделение, которое продает, приходит, они смотрят на доску, понимают, ну, вот сюда вот уже вкидывать не это. И на срочном они одним уже работают, уже все. Совершенно не прижились вип-лимиты. Они там, конечно, нарисованы, но они не работают. Но, в принципе, даже вот применение, как бы, дальше будут выводы, наверное, я с ним сразу пойду. Вот, ну, давайте. Эволюционный подход работает. Когда мы пришли, на нас так смотрели, сейчас нас всех уволят. Вот, опять эти очередные консультанты со своей оптимизацией. Эта девочка вообще что здесь делает? И как она нам сейчас будет рассказывать, ну, типа, нас учить работать? Я сказала, не-не-не, вы лучше знаете. Да? Вот, давайте вот просто вот, ну, вот очень просто вот это попробуем. Не получится, да, пожалуйста, да я пойду. Мне вообще от вас ничего не надо. Вот, то есть мы их не заставляли как-то реорганизовываться, еще что-то с ними делать. Во втором подходе. Вот, то есть мы показали им просто работу. Вот, мы как бы спросили их, а кто клиент и что вы для него делаете? Полтора часа спорили, не могли договориться. Вот, и вот что внедрение, по сути, одной практики, вот просто визуальность, да, из общих практик, general practices. Все, оно уже работает и дает такой результат за три месяца. Вот, ну, то есть вот это вот такая история, которая меня очень вдохновила, после которой я начала, ну, так уже кривиться, да, там, когда я слышу safe, less, ну, ладно, ну, занимайтесь, я же все равно знаю, что делать, да, как бы только вам не скажу. Вот, ну, и, в принципе, мы видим подразделение совершенно не айтишное, с совершенно не там молодыми прошедшими тренинги по аджайлу, хипстерами, вот, ну, а как бы им там что-то помогает, да. Ну, и обои старые можно использовать, если надо, не обязательно вот эти вот красивые доски белые, еще электронные. Вот, вторая история, которая продолжается, это стартап FinTech, небольшой, немецкий. Я в него пришла в январе прошлого года, у нас было 10 человек в Минске, сейчас уже гораздо больше, вот, ну, и как бы в какой мы были ситуации, да, и вот, ну, наверное, сюда пришли послушать те люди, как бы, которых, возможно, там, что-то знают, и вот, мне кажется, боли вот эти вот у всех будут, да, особенно если продуктовая компания, там, значит, непонятно, что делать. Все что-то хотят, есть какой-то рынок, есть какие-то конкуренты, а делать-то что? Спрашивают программистер, нет, я код писать пришел, работа мне где, да. Вот, значит, все фичи, все только must have бывает, других не бывает, да. Это как вот ты делаешь какое-нибудь, там, эссе пишешь или доклад, и вот там делаешь, там, версии 1, 2, 3, потом fin, потом кому-то показываешь, и появляется файл. Fin, fin, потом fin, fin, fin. И вот, ну, это must have, must, must have, must, must, must have, да. Вот, ну, вот такое было. Ну, как? А давайте вот мы одно что-то сделаем. Не-не-не, подождите, ну, это же и тоже важно. Давайте вот еще и вот это делать, и вот это же тоже важно. Ну, мы не можем, мы должны хотя бы все это иметь в виду. Вот, ну, соответственно, совершенно непонятно, когда что будет сделано. Вообще никак не можно, ну, вообще невозможно. Когда? Вот на этот вопрос, главный менеджерский, когда? Вообще никак. Ну, и, соответственно, клиенты приходят, говорят, а мы тут у вас это, багу нашли, а тут нам немножко неудобно. Когда пофиксаете? И саппор такой, эээ, они пришли к продакт-менеджерам. Продакт-менеджер, эээ, ну, ладно. Не знаю, окей. Ну, типа, принято к исполнению когда-нибудь. Вот, то есть такая была ситуация. Вообще, у кого похоже, да? Ни у кого не похоже. Нет, только у Сергея. Хорошо. Вот, ну, и, короче, вот так вот я пришла вторым продакт-менеджером. Вот, ну, да, то, чтобы было понятно, разработка сидит в Минске, а все вот бизнес-стейхолдеры во Франкфурте. Вот, но у них был первый продакт-менеджер там, не очень опытный, и он не успевал просто даже юзер-стори акцент с критерией писать, и они кого-то искали здесь. И была вакансия бизнес-аналитик слэш продакт-оунер. Но я сразу сказала, говорю, если вам больше бизнес-аналитик, это не ко мне. Мне скучно, вам дорого. Если продакт-менеджер, ну, тогда уже можем разговаривать. Вот, ну, вот, в общем, короче, такой был расклад. Да, ну, и разработка без требований практически. Там вот эти one-liner, которые называются на уровне названия тикета. Вот, ну, и что делать? У нас умный очень SEO, такой очень харизматичный. Он кандидат наук по ядерной физике, который бежал из ГДР в ФРГ, успел там за три дня, и потом стал программистом, работал в McKinsey, и это его уже третий стартап. Вот, и он такой говорит, кажется, в нашей ситуации нужен роудмап. Да, ну, все же понимают, что такое роудмап. Да, я не знаю просто, как по-русски сказать. Дорожная карта, мне кажется, не очень. Вот, ну, какой-то, по сути, он сказал, да, что я как бы хочу понимать, что мы будем делать в ближайшие 3-6 месяцев. Больше мне не надо, я как бы адекватный человек, мне не надо там на три года рисовать вперед. Ну, вот, давайте сделаем. Ну, и вот, значит, что мы сделали, посмотрели. Красивый роудмап, да. Мы такой же хотим, да. Ваха нарисован, значит, нам надо такой, да. Что мы сделали? Значит, ну, во-первых, откуда прилетает работа, да. Значит, она прилетает там от наших, ну, руководителей каких-то подразделений. Есть у нас клиенты, есть что-то от поддержки. И вот в этом все, вот, ну, короче, это такой вот супчик был такой. Вот, значит, ну, чтобы делать роудмап, собрали управляющий комитет. Один человек, все head of departments, там, chief marketing officer, да, там, CIO, еще чего-то, и два product manager. Собрали. Собираемся на еженедельной основе. Занимает это все часа два. Вот. Вот, и запрос от CIO был такой. Я, говорит, по сути, хочу видеть вот этот стратегический бэклог, он упорно это называл стратегическим бэклогом, а то, над чем работает команда продуктовым. Я что-то сначала попробовала ему объяснить, что это, в принципе, одно и то же, оно иерархическое. Потом решила, ну, пусть называет, как хочет, да, ну, как бы. Но суть какую, я поняла, что он хочет список фич, которые нужно анализировать, приоритизированный, и список фич, которые нужны для разработки. И у меня сразу такая, опционы реальные, что-то похожее. Да-да-да, давай продолжай, чего ты дальше хочешь. Вот. Ну, и до меня выбрали АХА как инструмент. По-моему, 800 евро в месяц мы за него платили. Вот. Ну, и тот, кто его выбирал, значит, три заседания управляющего комитета, показывал, какой красивый инструмент, как им пользоваться, как рейзать вот эти реквесты на фичи. Вот. Как мы их будем, по какой модели приоритизировать. Ну, в общем, на третий раз у SEO терпение закончится. Он говорит, хорошо, АХА хороший инструмент, дорогой, красивый. А говорит, а бэклог-то сам где? Вот. Ну, да. И нужно еще сказать, как бы, как это выглядело вначале, какая у нас тогда была команда разработки. Семь разработчиков, но, внимание, два из них полу-скрам-мастерит, да, другой полу-директор Минского офиса, 5K, все джуниоры, ну, два продакт-менеджера, один тут, другой там, один UX-дизайнер и один скрам-мастер, но вообще это половинка, да, это вот половинка одного из семи девелоперов. По сути, я, наверное, неправильно написала. Вот. Ну, вот, короче, мы стартанули вот с этого всего, и наш первый роудмап в АХА выглядел вот так вот. Значит, вот это вот все фичи. Он на двух страницах. Я просто не могу сделать вот такой скриншот. То есть, ну, в принципе, больше 12 фич одновременно. Семь разработчиков живых людей, да, два из них занимаются чем-то еще. Вот. Ну, и как бы вот мы начали в феврале, да, а вот тут вот в марте мы вот как бы закончим. Пять штук. Ну, все же must-have, ну, мы же должны, ну, как-то, да, именем революции. Вот. Ну, для начала я решила посмотреть, а как мы реально работаем, да, как у нас идет процесс разработки. Ну, вот у нас спринты, да, скрам под капотом в команде разработчиков. Классические, замечательные спринты по две недели. Вот они у нас полетели. Что происходит дальше? Значит, происходит здесь, к нам прилетает новая хотелка от кого-то. Например, пришел большой потенциальный клиент, хочет такую фичу сделать. Вот. Вот здесь она пришла в конце спринта. Значит, что ее? Ее дали CTO. CTO сказал 2 человека недели. Ну, так, чтобы счет клиенту было удобно выставлять вот за часы вот эти вот ставки, еще чуть-чуть. Когда мы ее сделаем, внимание, вопрос, да? Может, мы ее сделаем, ну, раз 2 человека недели, вот как раз в конце второго спринта. Кто думает, что мы ее там сделаем? Реалисты. Хорошо, едем дальше. Значит, ну, во-первых, в первый спринт мы ее не берем, там уже какая-то работа идет, да, в стори-поинтах оцененная. Может, мы все-таки во второй можем, но там вроде что-то уже запланировано и наверняка что-то еще перейдет из предыдущего. То есть, ну, вот, второй спринт отменяется. Оценка 2 человека недели, да? Ну, то есть можно просто взять и сказать клиенту, сделаем за 2 недели. Вот. Но у нас же теперь есть управляющий комитет, который должен в самом лучшем сценарии решить, что вот это вот самое главное, самое крутое, что мы можем сделать. Он собирается в начале спринта. Да, допустим, решили. Топ-1, P1. Можем взять работу в третий спринт? Как вы думаете? Почему? Можем. Можем. Молодцы. Героические менеджеры. Вот. Ну, во-первых, нам нужно вообще понять, как вот эта вот хотелка будет в нашей архитектуре жить, да, и сделать какой-то предварительный вот высокоуровневый дизайн. У нас есть то, что называет мой менеджер Magic Troika, да, то есть они все немножко русские знают, восточные немцы, так или иначе. Magic Troika – это три основателя компании, кроме SEO, которые обладают полными знаниями про архитектуру, архитектор, который тянет одеяло на себя и не отдает свои решения никому, и это вот наша главная проблема. Потому что пока они втроем не собрались, не поговорили, ничего не будет. Можешь вот, ну, хоть куда угодно идти, да. То есть они люди у нас занятые, а как правило собираться и вырабатывать решения, они будут недели-две. То есть, ну, может, все-таки в третий можем взять. Нет, это же надо еще написать user story, на это acceptance criteria. У нас же Scrum, это надо заранее прогрумить, проэстимировать, дать серверы команде. Тут же команда будет говорить, как это, мы же не знаем, что делать. Все. Итого мы получаем, что два спринта, то есть месяц у нас уходит чисто на анализ. То есть вот чисто для того, чтобы вот эта хотелка приобрела какие-то реальные очертания. Ну что, наконец-то в четвертый спринт мы это дело берем. Начинается разработка и тестирование. И тут, внимание, возникает что? А мы что-то недосмотрели, требования пропустили. А это оказалось сложнее, чем мы думали. Ну и где-то там 50% у нас будет вот то, что называется scope creep. Добавилось. Вот. И потом в шестом спринте вроде бы готово, но у нас нету continuous deployment, continuous delivery. Та-дам! Мы еще две недели это релизим по всем, ну, environment. Не знаю, как по-русски сказать. И таким образом, две человека недели, две недели превращаются минимум в 10 недель. Это если все быстро, все хорошо и все замечательно. Чем эта история помогла? Хотя бы перестали обещать через две недели. То есть вот это была уже победа. Я уже чувствовала такая, ну, я молодец. Но как-то к роудмапу это нас не приближало. Но ко мне приходит SEO и говорит, у тебя же все есть, да? Ну, я вообще считаю, что главный скил любого продакт-менеджера это говорить нет. Вот ко мне приходит SEO и говорит, ну, все, Катя, у тебя же все есть. Можно роудмап? Я говорю, нет. Что у меня есть? Ну, во-первых, у меня есть стратегический бэклог с приоритетами. Ну, я стала этим заниматься. Я свято верю, не знаю, что делать. Делай Excel. А потом уже посмотри, как оно будет и понятно будет, какой инструмент нужен. До сих пор в Excel. Вот. Такая вот страшная у нас тут история. Как-то нужно оценивать вот эти вот фичи, да? Что было? Человека часы дни недели. Очень удобно для руководства, чтобы выставлять счета. Но, как бы, команда чувствует, а что я должен вложиться? Вообще-то они придумали, а я с этим буду работать? Не очень. Story point. Тоже как бы. А как их в счета клиентам выставлять? Там, ну, вообще как? Ну, и дальше я тогда решила посмотреть, как наш lead time из жира. Я руками вытаскивала issue. Смотрела там дату, когда создали, когда начали работать, когда закончили. И оценку в story point. Ну, вот просто посмотрите. Ну, вот по персентилям. Но самое интересное, корреляция. Минусовая между оценкой в story point и реальным lead time. Кажется, story point брать нельзя. Ну, я была почему-то как гуманитария изначально за размеры вот этих t-shirt sizes. Но тоже непонятно, что это делать ни со спринтами, ни что клиентам говорить. И тут мы что-то собрались, коллективно побранштормили и решили, что можно зацениться спринтами. Потому что в середине спринта мы никогда ничего не заканчиваем и никогда ничего не деливерим. Если мы заканчиваем, то только в конце спринта. Прекрасно умножением на 2 это переводится в дни недели. В принципе, все довольны. Ну что, и вот после этого SEO мне говорит, road map уже можно. Я говорю, нет, что-то не хватает. Наше понимание, как мы вообще можем доставлять, сколько мы делаем в спринт, сколько мы делаем за место, вообще никто не знает. Ну, что можно пойти сделать? Посмотреть velocity chart в Jira. Ну, вот это вот, да, там типа серенькая plant, зелененькая закончена. Ну, забегая вперед, тут не сильно видно, от 30 до 130 story point. Кажется, что это мы тоже не можем использовать. Ну, вообще никак. Чего делать? Ну, мы тут пошли как бы common sense просто. Мы собрались и решили, что у нас вообще есть 5 full-time разработчиков, которые вот, ну, вот просто, да, то есть это не человек, а условных человек. И как-то эмпирически мы поняли, что если один над фичей работает, только один, это как-то долго, а вот 3 и больше, им уже в коде тесно, им уже сложно там разговаривать, там непонятно, как это мержит, там вот это вот все. И мы решили, что ну, два над одной фичей работает, значит, кажется, что один фиксит, что у нас вип-лимит две фичи одновременно. И вот это прям была бинго. Я такая думаю, не, ну так все, вот уже понятно, оцениваем в спринтах, вот, и что у нас получается? У нас, вот полетели спринты наши, вот два разработчика, это один слот, куда можно пихать фичи, вот еще два, еще один слот, и это все вместе у нас стандартный класс обслуживания. Вот пришли, в очередь стали, вот, ну и допустим, вот кто-то делает фичу А, два человека, фичу С кто-то делает, вот А закончили, начали Б. Дальше появляется наш стратегический баклог, там список фичей, у них есть оценки, их можно в принципе очень красиво вот так вот запланировать, ну все. Роудмап. Классно. А теперь что будет, если придет самый главный, самый важный клиент и скажет, СОС надо, ну вот допустим, оно прилетело здесь, и мы решили, ну за спринт два человека как-то сделают. Мы можем вот фичу Д подвинуть и поставить сюда, как вы думаете? Не можем. Вот, самое главное, два спринта у нас уходят минимум на анализ, то есть Д мы двигать не можем, мы можем двигать, ну да, это понятно, ускоренный класс обслуживания, мы можем двигать только F, вот, ну и соответственно, вместо этого сюда попадает SOS. Все. Ну и F отодвигается дальше. Роудмап. Мне уже говорит Леша, что надо ускоряться. Просто, да, ну, я теперь прекрасно понимаю, быстро, вторая только история, третьей не будет. Вот, ну то есть у нас был, да, сначала большая Excel со стратегическим буклогом, потом она стала поменьше, мы начали, ну там типа понимать уже, что нам важно. Роудмап выглядит вот так, я специально всегда создавала это в разных табах, чтобы потом можно было сказать, а сколько раз за год это менялось. За прошлый год это менялось 33 раза, да, ну то есть, чтобы у вас не было иллюзии, что вот вы сейчас как есть возьмете и кому-то это пообещаете, да, ну просто чтобы вы видели. Вот, ну и как бы весь процесс, как у нас выглядит. Замечательные наши стейкхолдеры, у них есть идеи, а это становится у нас опционами, да, дальше мы их должны превратить в реальные опционы, выработать какое-то высокоуровневое решение, вот, дизайн-анализ, и вот здесь наша magic тройка, да, вот, которые должны собраться и превратить опцион в реальный опцион. То есть, ну, например, я не могу это сделать, потому что мне не хватает знаний, и архитектор мне не даст принять какие-то решения, потому что он, ну типа, все себе. Вот, ну допустим, мы это как-то превратили, оцениваем в спринтах, ну, этим процессом как-то, ну уже больше я координирую, не я оцениваю, хотя в принципе я всегда угадываю, мне, конечно, говорят, что я пессимистка, но опыт, опыт, вот, и это у нас появляется таким роудмапом. Дальше этот роудмап идет как input для планирования спринта, вот, появляется уже бэклог продукта, ну это в нашей терминологии, то есть это по сути issue в жире, этим занимается, вот, product manager, который во Франкфурте другой, ну и соответственно, вот это вот все таким пароводиком деливериться по спринтам, конечно, с опозданием, да, ну то есть вот этих как бы иллюзий не надо, вот, в чем проблема, которую мы увидели, вот, проблема в реализации стратегии, видите, желтенькая, мое любимое слово, miscellaneous, то есть как бы вроде роудмап отдали, вроде ты человеку дашь, вот, у тебя планируется, вот роудмап, две, вот эти, а потом смотришь, что мы реально делали, вот этот супер, мега важный фикс для вот этого клиента, а вот это прилетело от сепорта, а вот это хотфикс, еще чего-то, ну и как бы, и зачем нам роудмап, если он живет отдельно от спринтов, красивая картинка с предыдущего слайда не работает, чего делали, я разговаривала, я разговаривала со вторым продакт менеджером, мне казалось, что это какие-то там, я не знаю, у нас с ним личные непонимания, он меня не воспринимает, еще чего-то, вот, ну потом я подумала, что вообще для всего, что прилетает, давайте сделаем четкий, понятный процесс сортировки, триаж, то есть я просто стала все, что-то всех источников прилетает, записывать правильно, в Excel, когда прилетела, айдишка в джире, от кого, кто занимается, ну и как бы сказать, now, later и never, ну не очень, поэтому я это перевела так, next sprint, то есть это вот, это для now, в этот не берем, но берем в следующий, this year, это означало, ну, later, то есть вообще в принципе в обозримом будущем мы об этом подумаем, а not this year означало никогда, но оно звучит немножко, ну, менее обидно, да, то есть с одной стороны мы сами не знаем, что изменится за год, да, ну как бы, а может быть потом это станет супер-мега важно, да, вот, а с другой стороны, как мне говорит support, когда ты не откроешь тикет в джире, читаешь not this year, и каждый раз правда, да, вот, ну как бы, пока ничего другого не изменилось, чем нам это помогло, ну вот смотрите, это тоже ручками все считалось из джири по story point, оранжевая, это вот miscellaneous, синенькая, это из roadmap, видно, что ну мы как бы стали лучше, но все равно, где-то половина идет с roadmap, я долго думала вообще, в чем проблема, вот, кто-нибудь понимает, откуда проблема вот на этой картинке, покажите, а? Не-не-не-не, нет, оценки, да вы что, ну я потом вам Excel покажу, если кому-то будет интересно, проблема вот здесь вот, потому что, как бы, мы-то и взяли бы в спринт, но мы завязаны на трех человек, да, у нас вот нету вот того, что вот, ну там типа я могу прийти или кто-то еще, это могут делать только три человека, один из которых еще девелопить пытается, вот, а третий head of customer care, а второй pre-sales consultant, и вот, ну попробуй, вот ты как бы их собери, да, ну то есть, и у нас реально получается, что поскольку то, что в roadmap не проанализировано, не готово, вот этот вот месяц мы не потратили, то как бы нам и брать нечего, поэтому могут и пихать всякий мусор, да, а это вот очень правильно называется starvation, и я была уверена, что, ну как бы, это у меня проблемы с коммуникацией, а потом я что-то перечитала essential upstream combine, и поняла, что, наверное, кажется, вот сюда надо копать, я пока не знаю, что я тут буду делать, но я думаю, что я просто возьму какой-нибудь один следующий, что в roadmap есть, фичу, и просто буду оббивать все пороги и смотреть, как это работает, вот, что в итоге, ну вот, можно почитать и сравнить, где мы были год назад и где мы сейчас, то есть, мы сейчас думаем, как бы, вот все-таки, достаточно ли хорош наш roadmap, чтобы сделать его публичным, как-то с ним делиться, вот, ну, на мой взгляд, есть вот самое главное, это реализация стратегии, да, ну и сейчас мы решили, если раньше вот эти опционы просто, ну, накидывал кто угодно, то сейчас, я вот последние месяца полтора, я занималась тем, что смотрела рынок, тренды, конкурентов, типа, понять, вот вообще наша стратегия, куда мы хотим идти, и уже области какие-то понятны, но сейчас, ну, моя следующая история, это вот, talk to your customers, да, как был фильм, поговори с ней, да, то есть, вот, ну, попробовать хотя бы, потому что, ну, у нас, конечно, они в основном из Германии, удобнее по-немецки, я немецкого не знаю, но хоть ты немецкий идиучий, честное слово, вот, то есть, ну, вот это вот как бы, где мы сейчас есть, и уроки, да, есть большая разница между просто хотелкой, и тем, что реально можно отдать в команду, и вот над этим надо работать, вот, и нам нужно четко понимать, что нам для этого надо, сейчас для меня это пока до сих пор magic, magic тройка, да, чего там у них происходит, не знаю, вот, ну, иначе, как бы, вот то, что мы говорили, мы приходим к ставейшн, вот, ну, и, собственно говоря, наверное, то, что я поняла первым, если мы не понимаем, сколько мы делаем чего-то в единицу, то есть, фрубут, вообще никак, ну, то есть, все остальное, это будут красивые фантазии, продакт менеджеров, которые сходили на какую-нибудь конференцию, альтернативную нашей, им там показали красивый инструмент АХУ, и вот они 12 фич на 7 разработчиков, и то неполных, вот, ну, запланировали, вот, здесь, ну, я думаю, что вы это все получите, здесь можно узнать мои контакты, вот, я, как вы заметили, наверное, очень общительная, вот, мне можно писать, я рада помочь, поделиться опытом еще чего-то, вот, ну, и спасибо, я не знаю, я вложилась, не вложилась, приглашаю Екатерину за кафедру, да, пультик тебе, наверное, не нужен будет, да, ну, как бы, настало время побороться за кружку, ребят, за кружку, какая-то прекрасная Екатерина, ой, оно такое хрупкое, а там от нескольких был, ну, спасибо за доклад, офигенная тема, у меня вопрос, как-то, кто же, что называется, я про деньги, вот, грубо говоря, когда вот прошли, те три великих чувака, слоновой башни, что называется, они когда сказали, что, ребят, это нужно делать, и уже вот эта фича дошла до вас, то есть, девелоперы, девелоперы, бывало, что это дело отменялось? Один раз такое было, но это редко, значит, смотрите, что произошло, вот один раз было, клиент хотел, ну, мы биллинговая платформа, то есть, нам нужно было интегрироваться с каким-то, как это называется, платежный шлюз по-русски, по-моему, payment service provider, он самый, и они сказали, вот, вот там, я не знаю, мы вордлайн хотим, а потом они что-то думали, думали, они же сразу несколько инструментов выбирают, и сказали, нет, вордпей, и мы как бы, уже сделали, ну, вот, какой-то предварительный анализ, запланировали на следующий спринт, но спринт начинался завтра, а забрать успели за один день, и тогда уже делали какие-то технические штуки, технические нейблеры, типа переход с .NET на .NET Core, ну, потому что это просто вот девелопер может брать и начинать. Вот, вот, еще один вопрос. Да. Я просто не знаю законодательства Германии, я напоминаю, что там точно так же работают регуляторы, скорее всего. Да, очень много регуляторов. Да, соответственно, ведь есть какие-то законы к фиксированным датам. Да. То есть, скорее всего, так понимаю, что есть, вот там был этот фича, которая SOS-SOS, а, видимо, не должно быть еще фича, которая регулятор-регулятор, потому что нужно сфиксировать. Смотрите, значит, мы делали, как бы мы, у нас тут много еще разного было, сейчас я здесь вижу, да, оно же кликается. Да, да, нормально. Сейчас я докручу. Мы пытались в стратегическом беклоге изначально сделать и то, что называется Risk Assessment Framework, и типы вот этих. Вот у нас есть категории. Одно мы типа говорим, это benefit, мы уверены и точно знаем, что мы получим за это деньги. Например, у нас клиент прям подписал нам ордер, да, там контракт, что они нам за это платят. Investment, ну, это то, что типа мы сами бы хотели у себя в продукте изменить. Ну, например, перейти с .NET на .NET Co. А вот этот весь Risk Mitigation is Due Date, да, он как бы, вот это вот все регуляторные штуки. Но в основном мы работаем по все-таки клиентским. Я там, ну, я уже не включала в доклад, за прошлый год мы сделали 20, из них 75% заплачено клиентами. Две регуляторные. Ну, и как это происходит? То есть, мы вот смотрим здесь на Due Date, и говорим, ну, так кто ж, кто ж, давайте выше поднимем. Ну, вот подняли выше, а все равно как бы нет. В этом году была такая история, переход на вот этот strong customer authentication, но мы там зависели от этих платежных шлюзов, чтобы они перешли, дали нам свою опишку. И мы вот их ждали, а нам же самим что-то надо, а клиентам изменить интеграцию, а в итоге как бы не успели все, и срок перенесли. Как остальное мы будем успевать, я не знаю. На что-то мы, ну, давайте еще один вопросик. О, окей. Спасибо за доклад. Я не очень понял, зачем делать дубликат всего того, что есть в Jira в Excel. И, ну, я знаю по мне, по своему опыту, что Jira рано или поздно превращается в очень большой список тудушек, в котором очень долго можно выбирать, что же делать. То есть там буквально можно прям неделю потратить только на то, чтобы собирать какой-нибудь спринт, если их там достаточно много этих историй. У вас это не превратилось во что-то такое, и как вы с этим боролись? Спасибо. Хорошо. Тебе ответ короткой в шутку или развернутый? Хорошо. Почему не Jira? Потому что я три года работала как пресс-консультант в таргет-процессе, который конкурент от Jira. Это короткий ответ. Jira я не люблю. Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Извините. Значит, во-первых, делать решение полностью в инструменте на кастом филдах история странная. Дальше. Jira это изначально по архитектуре ишью-трекер. Делайте там кучу ишью-тайп разных, оно как ишью-трекером было, так и останется. Борд с эпиками я там не получу. Я работаю на уровне эпиков. Да, лид-тайм, оно мне вот тот, что мне надо, и там сайкл-таймы, которые мне нужны, оно тоже не оттрекает. С учетом того, что мы деливерим 20 тысяч, ой, господи, 20 фич в год, это можно еще сделать руками. Да, это не скейлится. Но я считаю, что если пока моими усилиями мы можем жить в этих экселях и пока не очень больно, нам будет сложнее подбирать инструменты, он все равно будет где-то слишком свободным, а где-то слишком жать. Эпика. А работают по старям. Итак, теперь вопрос к тебе. Я Сергею отдам, чтобы он на меня за вчера не обижался. Окей. Кружка улетает в Санкт-Петербург. Ну, Катерин, теперь, значит, тебе подарок. Вы же знаете, что Екатерина, она, как это, как, забыл, как это называется, там, организатор конференции, вот, поэтому во внутреннем чате организаторов конференции не пришлось согласовывать, как бы, дизайн вот этих вещей, чтобы не палить контору, потому что Катерина, она же и спикер. Все? Да, очень даже подходит под часть листочков, там, под кусочек Минска. Вот, то есть, ярко красим. Минска. 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 Угл. Угл. Продолжение следует...